Говорит Черкесск В студии находится Рита Нерова и я приветствую всех, кто начинает этот день вместе с нами. На календаре понедельник, 30 января. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Состояние аварийности на дорогах республики за прошлый год. В Корчай-Чекесе вспоминали жертв политических репрессий казачества и биеннале современного искусства Кавказа в Нальчике. Собрала исполненные в разных техниках работы почти 40 художников из регионов Северокавказского федерального округа. К раскрытию тем через считанные секунды. Несмотря на общее снижение показателей аварийности в стране, в ряде регионов отмечен рост определенных видов дорожно-транспортных происшествий. В Ингушетии, например, количество аварий с участием пешеходов увеличилось сразу на 89%. Выросло количество аварий и в Корчай-Чекесе, в том числе и с участием нетрезвых автомобилистов. В ряде субъектов отмечается рост общего количества ДТП, а также увеличение числа погибших и пострадавших в них людей. Наиболее проблемными являются Корчай-Чекесия, Мордовия, Еврейская автономная область и Алтай. По сравнению с позапрошлым годом, количество ДТП в нашей республике увеличилось почти на 25%, погибших на 56,6% и раненых на 30,6%. Тяжесть последствий ДТП составляет 12%. В прошлом году на территории Корчай-Чекесии зарегистрировано 452 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 83 и получили ранения различной степени тяжести 597 человек. По словам руководителя отдела организационно-аналитической работы и пропаганды госавтоинспекции МВД по Корчай-Чекесии Олега Камова, основными причинами совершения ДТП остаются нарушения водителями правил расположения на проезжей части, нарушения скоростного режима, выезд на встречную пасу движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков и другие. У нас имеются районы, в которых наибольший большой рост пошел. Это Зеленчугский район у нас самый большой показатель дал, так как там находится федеральная автодорога МСО Архиз. Также у нас Хабийский район, там был ДТП, в которых по 2-4 человека погибли, поэтому там тоже рост у нас пошел. Также хотелось бы отметить, что федеральная автодорога Черкес-Домбай тоже большой рост у нас дал. Между тем, в позапрошлом году количество погибших в авариях составляло 51 человек, то есть показатели увеличились почти вдвое, можно сказать. Причина такого роста, честно сказать, мы не можем даже объяснить. У нас были в том году, если даже будем брать, у нас были ДТП по одному погибшему, максимум число было по 2. Если брать этот год, у нас в одном ДТП погибло, например, в Хабийском районе 4 человека. Брать, если последний ДТП в городе Черкесске, в одном ДТП сразу погибло 3 человека. На МСО Архиз 3 человека скончались, сразу попал на ВАЗ-2114 под фуру. Тоже выехали на полосу, предназначенную для встречного движения. Львиная доля всех аварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Радует одно меньше аварий, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако проблема управления транспортным средством в нетрезвом состоянии по-прежнему остается актуальной. Люди не отдают себе отчет в том, что рискуют не только своей безопасностью, но и жизнями окружающих, садясь за руль автомобиля в состоянии опьянения. Алкогольное опьянение не такой большой показатель. У нас очень много профилактических мероприятий проведено, при которых выявлено гораздо больше. Если так взять, у нас более 2000 выявлено в состоянии опьянения. Полностью опьянения, если так брать, и алкогольное, и наркотическое опьянение, у нас раздела нету их как такового. У нас выезд на полосу встречного движения основной показатель. Непредоставление преимущества в движении, это выезд на перекрестки, разворачиваются у нас неправильно, не предоставляет преимущества, и превышение установленной скорости на допустимых участках автодороги. Выросло и число правонарушений, выявленных с помощью камеры автоматической фото-видеофиксации. Большая часть вынесенных постановлений приходится на оригинальный центр автоматической фиксации административных правонарушений. Сейчас республику, как и другие субъекты страны, накрыла волна подложных номеров. Однако новое программное обеспечение «Паутина» позволяет сотрудникам полиции в потоке транспорта определять автомобили, которые имеют подложные госномера. По словам начальника регионального центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Руслана Бастанова, «Паутина» — это информационная система, которая объединяет программное обеспечение всех комплексов фото-видеофиксации нарушений. Когда транспортное средство проезжает через любой комплекс фото-видеофиксации на территории обслуживания территориального органа, это через комплекс он проехал, и сразу в дежурную часть сигнал происходит. О том, что такая-то машина с подложным госномерами проехала такой-то комплекс, и в каком направлении она едет. Автоматически всё работает. И, соответственно, дежурная часть сразу передаёт ближайшему наряду ГИБДД, и ГИБДД его останавливает и составляет материал. Точно так же отслеживаются и иностранные автомобили. Например, возьмём, кроме Армении, все остальные номера. У нас есть вкладка «Иностранные ГРЗ», откуда она попадает, все машины, которые въехали со всех государств. Туда там есть все данные, всех транспортных средств. А транспортные средства, которые на учёте стоят в Армении, по ним при составлении материалов сотрудники госавтоинспекции вносят туда данные, и они тоже есть. Новая система «Паутина» для розыска автомобилей при помощи камер заработала по всей стране в конце 2021 года. Она позволяет синхронизировать контроль за нарушителями правил дорожного движения в разных регионах. Кроме того, система позволяет вылавливать из потока нарушителей и передавать информацию о них дежурным экипажам ГИБДД. Кроме того, она фиксирует и хранит нахождение, перемещение машин рядом с местом преступления, что значительно облегчает поиск преступников. «Паутина, она объединила все комплексы фотофиксации по всей стране. То есть транспортные средства, даже если она проедет, образно возьмём в Ростове с подложенными госномерами, и потом проедет у нас, он у нас сразу сигнализирует. И он не понимает, либо машина в розыске, либо же машина-двойник, он говорит, что двух машин одинаковых не может быть по стране в разных субъектах. Она сразу анализирует и говорит, что ближайшую дежурную часть сразу сигнализирует. Она во всех направлениях позволяет работать. За этот период 241 материал был составлен на подложенные госномера. По прекращенным машинам, которые прекращены на регистрацию, по разным причинам, либо продали, либо собственный гумер, более тысячи материалов составлено на них». Нерадивые водители пытаются избежать получения штрафов за нарушение правил дорожного движения, устанавливая также номера перевёртышей, что, естественно, считается нарушением закона. Несмотря ни на что, спрос на такие приспособления существует, поэтому и предложений в интернете немало. Между тем, другие водители жалуются на дубликаты номерных знаков и чужие штрафы. «Злоумышленники нарушают правила на автомобилях с подложными номерами, которые официально числятся на других собственниках», отметил руководитель отдела организационно-аналитической работы и пропаганды госавтоинспекции МВД по кратчайшей кейсе Олег Камов. «Если сотрудник полиции визуально при осмотре транспортного средства увидел оборудование, приспособление, позволяющее скрыть регистрационный знак, автоматом составляется материал по 12.2.2. Установка на транспортное средство дополнительных приборов, позволяющих скрыть регистрационные знаки. При визуальной, если он увидел, либо едет, как вы говорите, вы увидели, переворачивается, тогда да, либо конструкции некоторых позволяют их визуально определить сразу. Некоторые, да, скрытые, мы их не можем сразу определить, они прямо как номер». А ещё бывают случаи, когда свадебные автомобили заклеивают свои номера. Понятно, что свадебная индустрия процветает вовсю, даже появились специальные наклейки на номера со словами «влюблённые», «свадьбы», «молодожёны» и тому подобное. Они свободно продаются в магазинах, что вызывает у многих уверенность в их законности, хотя на самом деле такого закона не существует. Более того, это нарушение основного закона о дорожном движении, который требует, чтобы государственный номер был чистым и хорошо видим для работников ГИБДД. За заклеенный регистрационный знак водителю машины может грозить штраф до 500 рублей и предупреждение. А вот за повторные нарушения штраф увеличивается десятикратно, или же нарушитель может лишиться водительских прав на определенный срок. Вы знаете, когда он полностью заклеится, сотрудники ГИБДД это увидят. Когда частично закрывается госномер, я вам объясню, идентификатор госномера, который стоит и на комплексе, и в программном обеспечении, как он работает. Программа сама просто, она не понимает, что она закрыта. У него есть требования к госу, который должен быть номер расположен здесь. У него буква так, и каждая буква, каждая цифра. Соответственно, когда он закрывает фрагмент, он его целиком считывает и начинает его прогонять по базам регистрации, какой из них совпадает. Поэтому, если он целиком закрытся, ГИБДД увидит. Программа сама автоматически анализирует, вытаскивает, подтягивает собственника. Сейчас в помощь облюстителям порядка на наших дорогах пришел другой мобильный программно-аппаратный комплекс «Дозор-М» с функцией розыска для фиксации административных правонарушений. Он устанавливается в патрульный автомобиль. Функций у него очень много, но главное предназначение у него будет синхронизация с паутиной, также он будет передвигаться по городу. И места есть, где отсутствуют у нас камеры, фото-видео фиксации, будет там передвигаться в случае обнаружения транспортных средств в розыске с подложенными регистрационными знаками. В дежурную часть будет поступать информация, также и в патрульной автомашине будет срабатывать. Также проблемы участки автодороги, там будут проезжать, где парковки у нас улица Кавказская, магазины, Лара, там очень большие проблемы. Также возле медицинских учреждений, если взять Грибоедово, Гражданское, транспорт люди бросают и заходят по своим делам. Да, все мы понимаем, что к медучреждению никто нормально не подъезжает по каким-то своим, но парковочные места есть, никто туда не хочет ставить. Поэтому приняты такие решения уже запустить данный комплекс. Другая не менее актуальная проблема в республике – заметно участившиеся в последнее время случаи несанкционированного выпаса домашнего скота на муниципальных территориях сел и городов, за которым со стороны хозяев не производится надлежащий присмотр. Несомненно, попытка многих владельцев домашних парнокопытных без особого труда содержать приусадебное хозяйство для других жителей частенько выходит, как говорится, боком. Но такая беспокоенность пострадавших мало кого волнует. Начиная с ранней весны до поздней осени, а зачастую и зимой, беспризорные представители крупного и мелкого рогатого скота не дают покоя участникам дорожного движения. Водителям транспортных средств зачастую приходится выезжать на полосу встречного движения, что является грубым нарушением правил. В результате наездов погибают животные, а водители и пассажиры получают травмы, увечья и, как бы это печально ни звучало, летальные исходы. Вот это уже актуальная проблема у нас, если так взять. У нас зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 17 человек пострадали и один человек погиб. Рост у нас отмечен в Карачаевском районе, в Зеленчукском районе, в Адыгехабрском и в Хабецком. Прогнозируемое постоянно, когда начинается выпас скота, перегон его с пастбищ, когда с летнего времени переход у нас идет на зимний, когда они перегоняют. Основные показатели вот там у нас начинаются. Почему-то каждый не хочет за своим скотом следить, хотя в больших объемах они перегоняют. И бесконтрольный выпас скота у нас. Основные проблемы, да, в этом. Хотя у нас идут постоянно рабочие встречи с главами муниципальных образований. Собственника найти при столкновении, при совершении ДТП очень тяжело. Если мы как-то можем найти, у нас вот ежедневно поступает информация, сотрудники едут, передают информацию о том, что выпас скота. Информация передается участковым полномоченным. Устанавливается собственник и передается информация в администрацию для привлечения собственника к административной ответственности. Ну, сотрудники ГАИ, да, пытаемся что-то сделать, но у нас не получается. Объем большой. Да, если увидели, передаем. Дальше уже от глав зависит. Но найти после ДТП очень тяжело. Никто не появится, не скажет, что это была моя корова, мой короэс или моя лошадь. К сожалению, по итогам прошлого года также произошел рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Зарегистрировано 50 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 4 ребенка, к сожалению, погибли. И 53 получили ранения различной степени тяжести. В целом же количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось более чем на 11%, а раненых на 15,6%. Статистика не очень хорошая. Также у нас отмечается рост по этим показателям в Карачаевском и Взенчугском районе. Со всеми, можно бы сказать, школьными и дошкольными учреждениями госавтоинспекции проводятся мероприятия, беседы. В средствах массовой информации, если так взять, более 2800 материалов размещено. На федеральные автомобильные дороги общего пользования приходится 43%, а это 194 аварий всех дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 48 человек и 268 получили различные ранения. Наибольшее количество ДТП зафиксировано на автодороге А155 Черкеск-Дамбай, граница с Республикой Абхазии. Сложная обстановка сложилась и на федеральной автомобильной дороге подъезд Камцуархыс, на которой также зарегистрировано 48 аварий, в которых погибли 20 человек и 75 получили различные травмы. Продолжаем региональный эфир Радио России. Все дальше вглубь веков уходят страницы истории нашей страны, омытые кровью тысяч миллионов людей. Большевистский террор, сменившийся голодом, сталинские репрессии, затем Великая Отечественная война, сломанные судьбы, уничтоженные династии, невинно загубленные души, навек разлучные семьи. На прошлой неделе исполнилось 104 года со дня начала массовых репрессий казачества. В районах Карача-Чкесии состоялись траурные мероприятия. В Черкесске, в храме Покрова Пресвятой Богородицы, у памятного знака быталпашинцам, невинно убиенным в годы репрессий, состоялся митинг. Передаю слово своей коллеге Руфине Ковалевой. Начало XX века горьким эхом отдается в сердцах быталпашинцев, которые вместе с огромной семьей донских, террских, кубанских и других казаков подверглись неимоверным испытаниям масштабной чистки по сословному признаку. Была истреблена значительная часть генофонда казачьего народа, уничтожены, вырезаны, сожжены сотни станиц и хуторов. За пределами страны, вдали от родины в эмиграции, оказались тысячи казаков старшего поколения. Большинство из них уже не смогли вернуться домой и обрели вечный покой на чужбине. На мероприятии к Дню памяти жертв репрессий казачества в Черкесске присутствовали атман кубанского казачьего войска Александр Власов, представители национальных общественных организаций, администрации, главы правительства Карачаева Черкесии, парламента, духовенства, общественность казаки и журналисты региональных СМИ. Председатель парламента Карачаева Черкесии Александр Иванов поприветствовал присутствующих от лица главы региона и депутатского корпуса республики. Александр Игоревич подчеркнул, что вопреки всему казаки возродились и сегодня продолжают свой ратный путь, защищая интересы страны на Донбассе. Разрешите мне передать слова приветствия от главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борезвича Тимрезова, от депутатского корпуса нашей республики, от правительства. В этот траурный день мы вспоминаем жертв репрессий, которым подверглось казачество и казачество пережило страшную трагедию. Это действительно ужасное время было для нашей страны, но тем не менее, сегодня мы видим, что казачество возродилось. Казачество укрепило и возродило свои традиции, обычаи и сегодня является надежным защитником нашей Родины. Сегодня бок о бок со всеми народами казачество защищает нашу Родину и укрепляет тем самым и межнациональный, и межконфессиональный мир нашей великой страны. Еще раз слова приветствия, низкий поклон и чтобы никогда не повторились такие трагедии. Атаман Кубанского войска Александр Власов напомнил участникам митинга события минувших лет, когда была подписана директива о репрессиях в отношении казаков и без вины гибли дети, старики, женщины. Казачество – одна из основ России, отметил Александр Иванович, и мы доказываем это на фронте, в авангарде войсковых соединений. Под корень уничтожался целый народ. Дети, женщины, старики без вины были убиты. Все это сложно сейчас подбирать слова, но для чего мы проводим такие мероприятия, это в первую очередь, конечно же, память должна жить. Память должна жить в народе о тех событиях. И самое главное – не повторять тех ошибок, которые мы совершали. Мы совершали наши предки, как сейчас происходит мероприятие на Украине. Объединенный Запад настроил один народ против другого народа. Кому-то когда-то получилось только всего лишь навсего разобщить нас. Но время придет, когда мы осознаем, точно так же, как произошло с казачьим народом. Казачий народ возродился, стал крепким. И вспоминая слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, казачество – одно из основ России. На казачестве сейчас, конечно же, мы видим опору во время проведения специальной военной операции. Казаки проявили, доказали, что народ жив, народ силен, народ готов защищать свою родину, свои семьи. Очень много, конечно же, к сожалению, наших братьев-казаков погибло. Многие получили ранения. Но, тем не менее, мы готовимся, мы становимся лучше. Мы готовимся в составе подразделений, уже отрядов, воюем, показываем свою мощь. И именно кубанские казаки сейчас в авангарде всей России, всего российского казачества, принимают участие в боевых операциях. Здесь я вижу, конечно же, уважение к нашему казачьему народу. Мы отвечаем тем же самым, готовым подставить плечо нашим братьям, точно так же защищать нашу страну, защищать нашу родину и оберегать покой всех мирных жителей. Имам города Черкеска Казим Хаджик Ачиев также выступил перед собравшимися на митинге с такими словами. Мы разделяем боль казачества. На протяжении столетий мы жили в мире согласии. Одним из главных символов казачества для нашего народа стал Баталпашинский уездный пристав генерал Николай Петрусевич, который снискал огромный авторитет среди горских народов. Аль-Хамду лилля, вассаляту вассаляму алярасу лилля, слава Аллаху Господу миров, благословение и приветствие нашему посетенному пророку Мухаммаду саллиллаху алейхи вассалям. Ваша фольк – это всегда была нашей и наша вашей. И мы столетиями жили в мире согласия и взаимоуважения. И на счет этого хочу привести один пример, исторический факт. У нас был в Карачае пристав Петрусевич, казачий атаман. Спустя долгое время он погиб в Туркестане. Тогда уважение и почет было настолько сильна к Петрусевичу. Среди горских народов, среди мусульман. Карачаевцы за свой счет снарядили экспедицию и тело Петрусевича привезли в Карачае. Потом с большой стечения народа похоронили на территории Никольского собора в станице Баталпашинской. Дорогие братья и сестры, хочу пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба и долгих лет жизни во благо нашего общего дома Великой Российской Федерации. Благочины Северного округа Карачаева-Черкесия отец Александр Нартов напомнил собравшимся, что основа жизни казака – это верность православию, бережное отношение к земле и дому, к семье, к старикам и детям, готовность отдать жизнь за Отечество. Сегодняшнее мероприятие проходит на территории старинного казачьего Хаперского походного храма. Здесь хранится множество казачьих реликвий, отметил священник. Дорогие братья и сестры, братья-казаки, Царство Небесное усопшим казакам, незаинно убиенным с их семьями, с их близкими – это большая трагедия. Пока мы живы, мы будем помнить, будем о них молиться. Глубоко символично, что сегодня это траурное мероприятие проходит у стен древней казачьей Хаперской церкви, которая когда-то была Никольской, а потом в 1902 году перенесена сюда и стала Покровской церковью города Черкеска. Наши предки ее строили. Здесь они были крещены, здесь они венчались, здесь их отпевали. Здесь хранятся великие реликвии, которые наши предки-казаки завоевали на полях сражений. И мы должны с вами продолжать ту традицию, которую заложили наши отцы и деды. Что это за традиция? Это, конечно же, верить в Бога, быть верными Богу. Это традиция быть верными своему Отечеству. Это традиция быть верными своим предкам. И вот пока мы живы, мы должны обязательно молиться о них, мы должны обязательно их поминать, мы должны обязательно помнить о них. Пока мы живы, мы должны верить в Бога. И пока мы живы, и бьется наше сердце, мы должны защищать нашу Родину, Великую Россию. Почти 70 лет замалчивалась тема казаков и горькой беды, которая с ними произошла. Должно было пройти более 70 лет, прежде чем в России открыто заговорили, что преступление против народа было совершено. Казаков признали пострадавшими и был, наконец, принят федеральный закон о реабилитации. В ходе митинга заместитель руководителя региональной общественной организации Карачаилан Халк, член общественной палаты Карачаева-Черкесии Шагабан Татаркулов, напомнил историю ряда народов Кавказа, которые также подверглись репрессиям в первой половине прошлого века. Сотни, десятки тысяч людей, казаков, семьи были репрессированы, семьи разорялись, переселялись, потеряли свой кровь и многие-многие потеряли свои жизни. Об этом никогда нельзя забывать, об этом надо помнить, это надо доводить до молодого поколения, которое завтра после завтра будет продолжать жизнь в Карачаево-Черкесии. Казачество, несмотря на все трудности, сохранилось, сохранили свою культуру, традиции, веру в справедливость, трепетное отношение к воинской службе, а это сегодня очень важно в условиях проводимой специальной военной операции. И я рад в жизни тому, что многие, могу назвать многих жителей Карачаева-Черкесии своими друзьями, казаками, выросли, собственно говоря, мы все вместе. Сегодня хотел бы сказать еще о том, что жизнь идет, жизнь продолжается. Я бы очень хотел, чтобы мы все народы Карачаева-Черкесии вместе общими усилиями занимались воспитанием детей. Это будущее наше. Мы родились, выросли вместе. Мы не можем устроить нашим детям отдельную жизнь. У нас единая энергосистема, у нас единые дороги, у нас единые детские сады. И дети, которые выросли в одних школах, детских садах, они с одним менталитетом. И я очень хотел бы, чтобы мы им привили бы, смогли бы привить чувство патриотизма, гордости за нашу страну, чтобы они внесли много хорошего в будущее нашей Карачаева-Черкесии, этой малой нашей родины и большой нашей России. Руководитель общественных черкесских адыгских объединений Карачаева-Черкесии Роза Клисова напомнила некоторые исторические факты, предшествовавшие черному и трагическому для казаков дню, положившему начало массовым жестоким расправам с казачьими семьями, целыми станицами и хуторами. Божье веко прошло с тех событий, получивших название «Красный террор», навсегда оставивший глубокий шрам в сердце целого народа. 24 января каждого года, начиная с 1919 года, по сути является черным днем календаря для казаков. То есть со дня появления той зловейшей директивы о расказачивании, давшей указания на поголовный расстрел богатой части казачества, на применение мер к середнякам, лишающих их какой бы ни было сил для вооруженного выступления, и на уравнивание их с переселяемой беднотой на казачьи земли. А в некоторых регионах даже вовсе изгореть вместе со своими станицами и исчезнуть, как некогда исчезли малые и великие народы. Реализация этих мер на практике вылилась в массовые, безрассудные и жестокие расправы с мирным казачьим населением. Наверное, память казаков, да и других народов никогда не смирится с тем, что этот репрессивный акт был применен тогда, когда казаки, политически и классово созрев на этом историческом рубеже, сами массово стали сдаваться в плен Красной Армии, или целые казачьи полки белых отказывались выполнять приказы командования и посылали своих депутатов к Красным для ведения переговоров о заключении перемирия, или же многие просто уходили домой для устройства жизни при новой власти. Потому этот день есть память о миллионах искалеченных судеб, о людях, расстрелянных без суда и следствия, о людях, отправленных в лагеря и ссылки. Клеймо врагов народа и их пособников легло тогда на целые семьи, в которых даже само слово «казак» было под запретом. Но казаки все это перенесли стойко и не исчезли. Не исчезла их высокая и богатая культура, их великолепные традиции, не сгорели их поселения. Напротив, оно, казачество имеется в виду, возродилось. Казачество – это мощный ресурс в содействии сохранения мира и порядка, популяризации общечеловеческих семейных ценностей. Это общество людей, которым глубоко не безразлична история, судьба своей страны. Жертвами репрессий стали многие народы, поэтому сегодня мы, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, вместе скорбим о жертвах беспощадной машины репрессий, сказал в ходе митинга председатель Высшего совета Федеральной национально-культурной автономии нагайцев России Валерий Казаков. Мы, граждане России, независимо от национальности, религиозной принадлежности, склоняем головы перед памятью невинно убиенных и подвержившимися нечеловеческим гонениям. Нагайцы, как и все народы нашей республики, на генетическом уровне не приемлют насилия и унижения по отношению к любому народу, тем более с отечественниками, чьи предки, отцы, деды, прапрадеды оставили нам могучую державу. Горький исторический опыт показывает, без взаимного сбережения друг друга и без уважения языка, национально-культурных традиций и обычаев народов, наши ближайшие потомки в одночасье могут потерять так много выстраданий. Страну нашу. Миричная политическая ситуация в мире, гибридная война, конфликт двух противоположных мировоззрений, запад-восток, на зло врагу показывает в стране, нашей стране. Общекультурная среда еще более креплая, и кавказское духовное наследие прочно вошло в сознание многонациональной России. И сегодня русские люди мирно живут боком, обоих с нами, коренными населениями Кавказа. Память о недалеком прошлом живет в сердцах наших народов. И она должна передаваться из года в год, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Не зря говорят, что нет зверя страшнее, чем человек, и нет войны страшнее, чем гражданская. В завершении митинга состоялось возложение венков и цветов к памятной доске казакам-баталпашинцам, погибшим в годы репрессии. Митинг в Черкесске стал началом серии траурных мероприятий, которыми в этом году в России почтили память почти трех миллионов казаков, погибших в 20-30-е годы. Отрадно, что Карачаево-Черкесия стала одним из первых регионов, где день начала репрессий казачества стали отмечать на государственном уровне. В станицах Зеленчукской, Преградной, поселке Ударном, в черкесской Усть-Джигуте установлены памятные знаки, мемориалы и поклонные кресты убиенным казакам. Для ныне живущих и грядущих поколений это особый знак, призывающий помнить свою историю и никогда не допускать своим молчаливым согласием страшных событий, которые могут привести к масштабной трагедии для целого народа. На волне радио Карачаево-Черкесии информационно-аналитическая программа «Ракурс» в студии находится Рита Нерова. Известный фотохудожник из Карачаево-Черкесии Ренат Урусов принял участие в биеннале современного искусства Кавказа в Нальчике. Свои работы также представили более 40 художников из регионов Северокавказского и Южнофедеральных округов, а также из других стран, в том числе США, Турции и Саудовской Аравии. Выставка открылась в павильоне сквера столетика Принобалкарии и продлится в течение месяца. О своих работах и передвижной выставке моему коллеге Умару Тикееву расскажет гость студии, сотрудник службы СМИ Карачаевского государственного университета имени Умара Алиева Ренат Урусов. Ренат, доброе утро. Доброе утро, Умар. Ренат, спасибо за то, что нашел время, пришел к нам в студию. Сегодня я хотел бы с тобой поговорить о очень важном событии, которое произошло буквально на днях. Открылась выставка резидентов Второй международной биеннале в Нальчике. Это современное искусство Северного Кавказа, в том числе представлены и твои работы. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты к нему готовился и какие работы туда отправил. Сначала хочу вас поблагодарить за приглашение. Это очень приятно. Спасибо большое, что проявляете интерес. Да, я был недавно на открытии, действительно, и из моих работ представлено пять. В экспозицию попало четыре работы, потому что формат, который располагает сейчас, к сожалению, именно по времени, не все работы успели мы перевести, и подготовить в экспозицию. Соответственно, и распечатать тоже не все получилось. Но около сорока авторов в данный момент представлены именно в Нальчике. Вот занимались организацией ребята. Это платформа Нальчик. И, конечно же, это администрация города Нальчика. Говоря о своих работах, работы связаны у меня с депортацией наших народов. И Кабардины Балкарии, и Карачаева Черкесии. Это наши бабушки, дедушки, которые буквально с первых дней пережили всю депортацию от начала до конца. И, несмотря на то, что они испытали немыслимые испытания, которые пришлись на наш многострадальный уже народ, потому что действительно, я не знаю, такое пережить, я не знаю, как они это сделали, но они не только пережили, они еще и вернулись на свою малую родину спустя 14 лет. И вот как раз в этих портретах, которые представлены, там есть портрет дедушки, который живет у нас в ауле Карджорт. Это Карачаевский район. И бабушка, к сожалению, она уже не с нами, она скончалась. Вот в первую волну ковидную бабушка из Аула Учкула. И как раз я хотел передать, что вот несмотря на то, что пережили эти люди, пережило вот наше поколение старшее, просто посмотрев в глаза, ты понимаешь, что эти люди, несмотря ни на что, они перенесли вот действительно настоящую такую искреннюю теплоту. И ты мне не дашь соврать. Любой человек, приезжая в горное ауло, наш как раз где живет, наше старшее поколение по большей части, они приезжают, их встречают как дома. То есть любая бабушка, дедушка, любая семья готова приютить, пригласить в гости, и ни за какие деньги. То есть это вот как раз то поколение, которое действительно культивировало, что-то созидало, что-то хорошее в этом мире, при этом пережив очень много страданий, очень много лишений, очень много действительно испытаний, которые они пережили. И несмотря на это, это милейшие люди, это добрейшие люди, которые, вот я не знаю, мне кажется, вот это наше достояние действительно вот в этих людях заключено. К сожалению, таких людей все меньше и меньше. И вот этим проектом как раз, который я отдельно назвал «Внутренний свет», то есть это серия фотографий под таким названием. И вот этот внутренний свет, к сожалению, потихоньку гаснет, потому что с каждым днем этих людей все меньше и меньше, и ценность этих людей, этого поколения, этого времени, оно будет только расти с каждым днем. Ренат, я помню фотографии вот этой бабушки, мне кажется, она была где-то на другой какой-то выставке представлена, я прекрасно помню, мне очень впечатлила эта фотография. Скажи, пожалуйста, сегодня помимо депортации какие еще темы поднимали, ну и какие темы представлены на Биеннале? Ну, если в общем говорить, то современное искусство Кавказа, то, что было представлено на Биеннале, это уже второй Биеннале, первый открылся у нас в Москве в 2019 году. И вот в конце 22-го года открытие первое произошло в Москве, далее у нас получалось такое передвижное Биеннале, второе открытие состоялось в Грозном, это в Чеченской республике, и вот сейчас следующий пункт, это город Нальчик. Представлено абсолютно все, то есть начиная от классического изобразительного искусства, то есть вот художники представили очень интересные, необычные работы, которые отражают, конечно же, культуру, быт народов Северного Кавказа, потому что Биеннале, это по сути новая дверь, которая ведет к другим граням искусства народов Северного Кавказа, потому что есть традиционные искусства, ремесла, но есть также новые направления, это и керамика, это и современные 3D-технологии, и визуализация, в том числе и видеоформат есть, ну и, конечно же, это классические скульптура, и керамика, и наши традиционные ремесла, например, есть очень интересные работы, это вылочные работы, это ковры, которые ручной работают, и есть очень интересная керамика, тем более керамика, она частично выполнена в традиционной стилистике, но в то же время есть и современная интерпретация, и эти форматы очень интересно друг друга совмещают, потому что ты смотришь вроде бы разные направления, но по сути это все о Северном Кавказе, и когда человек в совокупности смотрит на это все, это отдельная уже, конечно же, благодарность организаторам в лице Заиры Астемировой, ее семье, которая сформировала данный формат, данную экспозицию, и представила именно вот в таком виде, потому что человек, попадая на выставку, он идет и просто смотрит вот такие разные истории с разных уголков Северного Кавказа, и на самом деле, хоть это и общее название про Северный Кавказ, границы намного шире у нас уходят и дальше, и затрагивают уже и за границу, и за Кавказе, потому что есть у нас выходцы из Кавказа, которые проживают за рубежом и в ближайших странах СНГ, и все они через себя, пропустив культуру, историю, тех народов, из которых они вышли, они, конечно же, это все проецировали в своих работах, и действительно, очень есть интересные работы, которые отражают и современную культуру, и традиционную, и переход от традиции к современному миру и обратно. Ну, я думаю, каждому человеку будет интересно посмотреть, и что намного важнее, каждый что-то увидит знакомое именно ближе к себе, потому что человек, когда смотрит на разные работы такого жанра, в том числе и нашего, тем более, каждый выходит с Северного Кавказа, я уверен, увидит что-то знакомое именно для себя, и со своего региона, даже со своей жизнью. Ну, и почувствует. Вспомнит, может быть, что-то с детства, или, может быть, свои годы пребывания здесь, на Северном Кавказе, если мы говорим о тех, кто сейчас находится за пределами нашей страны, там, Северного Кавказа. На твой взгляд, вот это современное искусство сегодня, оно ближе нам, или мы еще не доросли до него? Мы его понимаем по-разному. Наши люди готовы сегодня к современному искусству? Ну, вот что мне нравится, вот в работах именно представителей Северного Кавказа, несмотря на то, что современное искусство, этот формат у некоторых людей вызывает определенные шаблоны, вот как раз-таки именно этот термин, я даже отдельно рад, что применяют именно его, потому что вот эти шаблоны, они действительно стираются. Когда люди приходят на выставку и ожидают вот нечто такое, вот что-то непонятное, они видят, наоборот, именно доступное, другим языком представленное, но все-таки, опять-таки, имеющее основание и непосредственное отношение именно к Северному Кавказу. Вот есть работы, которые выполнены современными технологиями, но в любом случае они нас переносят именно сюда, то есть на территорию Северного Кавказа, на территорию нашей республики в том числе, потому что есть работы, которые действительно подчеркивают вот традиционный национальный колорит. Есть работы, которые мне отдельно очень понравились, это вот как раз мама Заиры Астемировой, они сами с республики Дагестан, у нее есть такая очень интересная работа, несколько полотен выполнены, очень интересные такие аппликации, причем материал используется ткань, а ткани, они из разного периода семей, то есть из поколения в поколение, вот ты знаешь, у наших бабушек есть такое, что вот они собирают определенные ткани, вот раньше особенно вот в сундуках они это все хранили и передавали вот по женской линии особенно вот собирался такой кюбюль, это специальный сундук с приданным в том числе и из поколения в поколение вот эти материалы, ткани, они передаются и это тоже такое наследие и даже состояние имело отношение очень, имело большой вес, по сей день это даже практика у нас есть, особенно вот в сельской местности, в овулах, да, и тут получается, что вот ткань, которая пришла от прапрапрабабушки, она вот сохранилась и вот кусочек этой ткани есть на полотне, потом с другого поколения, вот такая очень интересная мозаика в виде вот этих лоскутков и действительно преемственность чувствуется, что из поколения в поколение вот они друг другу передают вот эту ткань и вот одна из невесток решила обыграть это, сделать работу в стиле вот современного искусства, получилась такая очень интересная аппликация. Ренат, как я помню, первая биеннале прошла очень успешно в Москве и по итогам была издана книга, в которую вошли все работы. В этот раз будет подобное издание? Я, если честно, очень надеюсь на это. Первая книга у меня есть, она сохранилась, у меня в моей домашней библиотеке заняло достойное место. При возможности, кстати, я вам обязательно ее тоже покажу. И пока еще вот этот марафон не закончился, я надеюсь, получится все-таки выпустить тоже сборник с авторами, с работами, представить это широкой аудитории. На данный момент, к сожалению, пока я не могу точно ответить на этот вопрос, но буду надеяться именно на то, что появится это издание, как и в первый раз. Я видел, кстати, эту книгу, меня она очень впечатлила, достаточно внушительное и очень красочно оформленное издание. Почему я ее видел? В тот момент несколько наших авторов, в том числе и ты, принимали участие тогда в Обиеннале, и среди них художник Умар Мижев, его работы как раз были в этом издании, я помню, действительно, замечательно была оформлена. Мне кажется, вот это все-таки часть портфолио любого человека, который занимается сегодня современным искусством, и такую книгу держать у себя, хранить у себя, и вообще иметь такой экземпляр, мне кажется, это очень почетно. Да, я согласен, тем более, то, что вы упомянули, это целая семья, они все очень интересные авторы Мижевы, и как раз у Марк, к сожалению, его сейчас нет, тоже в живых с нами, у него очень интересные работы, потому что еще в советский период он начал свою деятельность творческую, и вот многие работы он, как говорится, делал для себя, но именно эти работы впоследствии привлекли именно очень такой интерес именно со стороны людей, которые именно ценят современное искусство, потому что вот те аппликации, которые были на первом пиенале, это очень интересные инсталляции из дерева, и говорящие работы, особенно о переходе власти от советской к нынешней российской власти, вот у него очень такие действительно исторические вехи затронуты. Есть, кстати, электронная версия этого издания, я вам перешлю... Я ее не знал, да? Да, есть электронное издание, я вам перешлю обязательно. Ринат, а для тех, кто, допустим, не может по каким-то причинам поехать посмотреть в Нальчике и Биенале, можно ли в интернете это вот где-то увидеть? Да, в интернете тоже есть, есть страница в социальных сетях, это платформа Нальчик, в основном она транслирует, есть уже сюжет, который выпустила ВГТРК Кабардино-Балкарии, у них есть канал на Рутюбе, информационный портал, и есть сайт, где можно посмотреть это в виде сюжетов. Более обширно информация транслируется, пока это только одна социальная сеть, это платформа Нальчик. Ринат, такой вопрос, я думаю, что и для тебя это очень важный момент. Планируется ли у нас провести Биенале современного искусства в Карачаевой Черкесии, и вообще возможно ли это? Да, это хороший вопрос, на самом деле, потому что мы его обсуждали на открытии в Нальчике, и я уже знаю, что следующий этап уже прописан, это Адыгея, республика, и мы, Карачаева Черкесская республика, я надеюсь, что у нас тоже в ближайшее время, потому что в Нальчике это до конца февраля будет, дальше, скорее всего, будет Адыгея, и будем прорабатывать этот вопрос, и с нашим министерством, и постараемся тоже открыть в ближайшее время, ну, не знаю, где-то, наверное, весной, в лучшем случае, получится у нас открыть тоже в Бейнале выставку. Ну, будем надеяться, что получится, потому что нам бы тоже хотелось посмотреть на работы, которые представлены на выставке современного искусства, понятное дело, будем надеяться, что и наши местные авторы тоже активно примут участие. Ринат, до какого времени и сколько еще будет продолжаться эта выставка, чтобы ее можно было посмотреть? Выставка открылась 21 января вплоть до 26 февраля, она будет проходить в Нальчике, вот на платформе парка Столетия, это буквально в центре города Нальчика. Очень удобная, открытая локация, очень удобный зал, и в любой момент может человек прийти посмотреть, зал работает где-то до 7 вечера. Я думаю, что если у наших радиослушателей будет такая возможность, то обязательно нужно посетить в Нальчике Бейнале современного искусства и посмотреть работу в том числе и нашего земляка Рината Урусова. Ринат, спасибо тебе за то, что пришел к нам в студию и обстоятельно ответил на наши вопросы. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся и поговорим о современном искусстве и о твоем творчестве. Спасибо большое за приглашение, всегда рад быть у вас, спасибо огромное. Всего доброго. На этом информационно-аналитическая программа радио Карачачи Кейси Ракурс подошла к концу. Над ее выпуском работали журналисты службы информации, в студии была Рита Нерова, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. Мы с вами прощаемся, желаем доброго дня и успешной рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин